основы, а арго строится вокруг обычного лямбда исчисления и, соответственно, у нас, допустим, более аккуратная равенство, не такое, как в арге, где равенство, ну, такое, как определяется, то есть определяется специальным конструктором, который имеет неизвестный выделенный смысл. Вот. Здесь тоже есть конструкция с индивидуальным смыслом, вот этот интервальный тип и его редукция разная, необычная, но это все закопано значительно более дальнюю, а в арге больше таких вещей, которые ставлены на, так сказать, введены жесткие руководители, поэтому уже там с себя пограничены. Значит, давайте пойдем дальше. Но, как бы, эти синие веки, почему я говорю, что они все примерно одинаковые? Потому что они будут с одной из твердетелей, это в основном формализация натических утверждений. А, значит, давайте обратим внимание на Идрик. Значит, второй язык, про который я хочу немножко рассказать. Ну, здесь будет немножко более далекое объяснение. Так, наверное, надо снова... Может быть, просто цвет поменять? Давайте мы программическое переменим. Размог. Сейчас же правда никакой трансляции не есть? Да, сейчас переменим. Я сейчас пересделаю. Давай просто пересделю. Ну, сейчас пересделю. Теперь, чтобы мне неудобно... Давайте я сейчас попробую... Нет, я хочу... Я хочу, опять же, профиль, параметры, профили. Давайте сделаем... Черно-белые цвета... Нет, это, наверное, не поможет. Наверное, не здесь надо. Никто не помнит о том, что еще черно-белые цвета... Наверное, никто не помнит. Не использовать Амельная команда. Просто жестко. Думаю, какой-то... Амельная команда. Ладно, давайте я проступлю так, как мне советую. А наватилово, санкт-петербург. Давайте посмотрим. Значит, смотрите. Что здесь за... Чем... Теперь, следующий язык, который мы рассмотрим, это Идрис. Чем отличается, допустим, Атага от Агендера? Тем, что этот язык зависит в типами данных. Ну, по идее, примерно, родственник, может быть, скорее, Агендера, чем Идрис. Чем Агендер по типовой системе и по его внутренним устройствам. Но при этом, в чем его, как бы, фишка? То, что это язык исполнимый. На него можно стать программа, которая будет работать. Зависимые типы не присутствуют в виде, как бы, единственной цели существования этого языка. Меня как-то спрашивают на прошлом занятии, вот там есть всякая тема с вычисленными и невычисленными функциями. Зачем вообще функция, которая не вычисляется? Ну, понятно, зачем? Чтобы вывести типы. Мы гарантируем, что данная функция никогда не будет вычисляться, выполняться. Я чуть позже расскажу, в чем разница. На примере Кока мы этот вопрос рассудим более подробно. Значит, в чем Агендер, я принимаю предположенность этой идеи. В Идрисе по идее функции предназначены специально для вычисления. То есть Агендер – это язык программирования, на котором, ну, так сказать, которое служит для доказательств. А Идрис – это язык программирования, который служит для начисления программ. Вот. И зависимые типы, вот вся вот эта наука, которая используется в Агенде для языка, для теория, здесь используется для многих других вещей. Вот, в частности, видимо, те, кто смотрит на экран, уже видят забавный пример, который у меня здесь приведен, это Spring-DF. Ну, смотрите, вот у нас есть функция Spring-DF, которая честно определена вот здесь. Это не есть какая-то библиотечная функция, это честная функция, которая определена прямо вот в этом. Причем она ведет себя ровно так же, как ведет себя, ну, примерно ровно так же, ведет себя, например, в ММИ, на ИВС, что я знаю. Вот, это просто регистрация к тому, что зависимые типы, вообще говоря, могут довольно сильно изменить вид программы при необходимости. Это не единственная вещь, я расскажу про другое, но давайте с этого начнем. Ну, я думаю, стоит рассказать, как это делается. Интересно или правда, я не знаю, ну, скажешь, что ж нафиг. Ну. Вот, смотрите, вот определение, вот, вот определение Spring-DF. Это его тип. Ну, смотрите, в отличие от тех языков, которые мы видели, здесь расстановка, вот, идея авторов интереса заключалась в том, что у нас плей-носки, во-первых, что у нас нет никаких воздействий, хитрых кричков, и никоза, и символов, и так далее. И, во-вторых, это примерно хаттери по хитресу. У нас нет вот этих неожиданных воздействий, двоеточий, и так далее. У нас все более-менее традиционно, как река, программируем. Значит, итак, у нас здесь замечательная функция Spring-DF. Давайте посмотрим на ее тип. Ну, здесь двоеточие обозначает тип. Не как два двоеточия хаттери, а одно двоеточие. Вот. Но, как бы, а компетент, соответственно, в списке два двоеточия. Что такое S-Print-F? Это функция, которая берет тип строчку и возвращает интернет-формат. Это функция, которая, в свою очередь, ну, как-то хитро зависит от S. Итак, S-Print-F – это функция, возвращающая другую функцию. Тип этой функции, причем мы не знаем на этот момент, мы можем его только вычислить в момент интернет. Хорошо. Реализация функции S-Print-F. Мы берем функцию строчку S. Дальше делаем формат стриминга. Ну, что мы делаем? Значит, мы по строчке S строим некоторый тип. Данных, которые содержат информацию о формате. Сейчас я расскажу. А затем применяем P2F. Ну, давай посмотрим, что такое интернет-формат. А какой смысл в пробелах после скобки? Это исключительно инерции никакого, можно убрать. Вот как здесь, нет, например. Это, так сказать, результат долгого программирования в языках типа «Агры». Посмотрите, вот, например, здесь никаких пробелов нет, и все работает. Вот. Значит, смотрите. Давай посмотрим, что такое формат. Ну, у нас есть строчка. А что такое строчка? Строчка или просто какие-то бугру? Мы же говорим о строчке, не о строчке, а о формате, да? Давайте подумаем, что такое строка. Вот у нас есть строка формата. Вот она. Давайте подумаем, что она значит. Это никакая программа, в которой есть некие операции. Первая операция – это напечатать символ, который нам дали. Вот буква S печатает сама себя, правда? Или выберет пробел, печатает сама себя. Второй тип инструкции, которую мы разрешаем, это процент S, предполагает, что мы печатаем символ, аргумент, который нам дали где-то в хвосте. И третий тип значений – это процент D. Это число, которое нам дали в качестве аргумента. Вот здесь, собственно, это и написано. Формат – это, ну, по сути дела, список. Да, такой хитрый список. Много, как бы сказать. Если список у нас однородный, то это разнородный список, состоящий в разных элементах. Он может состоять из fint-ов, rstring-ов и rfader. rfader – это просто команды для печати символа, который здесь указан. rstring означает «возьми параметр и распечатай его как целое». fint. А rstring означает «возьми строку и распечатай его как строку». Окей. Это все, знаете, пока что в обрагулкости. То есть мы можем такую же штуку написать в хактеле, от этого у нас ничего хорошего не будет. Давайте посмотрим, что у нас есть за функции, которые работают. Во-первых, у нас есть замечательный парсер. Функция «формат», которая по строчке, по расписку символов, возвращает тип данных формата. Как он это делает? Ну, просто мэш – это все. Если процент «d», то мы делаем «fint» от рекурсивного вызова. Процент «s» – «fstring» от рекурсивного вызова. Иначе просто добавляем символ в строчке формата и делаем рекурсивный вызов. По сути, делает рекурсивный пулс, правда? Ну, что, как бы, простой. Вот. Когда все закончилось, говорим «fint», который просто конец формата. Отлично. Хорошо. Что с этим мы умеем делать? Мы умеем делать две вещи. Во-первых, у нас… Помните, у нас были, когда мы определяли тип в обращенных типовых системах, то у нас было две хрени. Первая была «пи» большая, а вторая была «мэнда». Помните? Да, «мэнда» типа «пи» такая задает строку. То есть функция «вот у нас этой хрени есть, вот это «пи», а вот это «мэнда». Значит, «пи» задает тип, но как устроен тип? Если мы видим «fint», то тип будет из строчки в то, что осталось. «fstring» — из строчки в то, что осталось. Если что-нибудь еще, то понятно, что тип не меняется, как бы, ну, потому что мы аргумент дали и так, никаких новых параметров мы не хотим. Да, нам. А поскольку нам указали конкретные символы, которые мы печатаем, нам никакие еще заданные параметры не нужны. Нам достаточно. Вот. Ну и «fint» — это просто «string». Почему? Потому что это завершающая строчка, которая вот у нас здесь длинная последовательность. Вот смотрите. Сейчас я расскажу. Какой-нибудь пример. «fint» — это «fint» — это «fint» — это «fint». Смотрите. Вот у нас может быть длинная последовательность такая. Там, не знаю, там, там «a», «b», «c» — «c» — и в итоге что будет «string»? Вот это и есть завершающий «string», который заканчивает «t» пункт. Ну, да, если мы расстанем словки, у нас получится ровно то, что мы хотим. Понятно, да? Самое непонятное в этой теме, что так можно было, да? То есть я думаю, что теперь с ароматом, когда мы знакомились, уже можно сказать, это не вызывает такое удлинение, но вообще первое, что удивляет в этом определении — нагруз. Что мы его просто взять и вот так и не пересариваем. Вот. Что же думаем? Ну, что мы типа возвращаем? Да, да. Ну, то есть у нас стоит задача, значит, это функция зависит от типов. Значит, тип этой функции зависит от строчки. Как зависит? Ну, вот так зависит. Совершенно прямолинейное описание. Братите внимание. Приколь в том, что оно работает. Ага, «type» — это опять какое-нибудь там семейство типов. «type» — это «type», просто «type», который в выборе, в аренды тот же самый «type». Ага, понятно. Вот. Значит, «data» — они тоже с ними та же самая «ботва», они тоже образуют иерархию. Так же, как в арендере, что у нас есть на любой «type», первый, второй, третий и так далее. С тем, чтобы у нас не было предукручения независимости. Чтобы не получить на этом будет пророк. Вот. А теперь вторая сторона. Ну, хорошо. Теперь реализация этой функции. «type» мы описали, «type» мы запишем. Ну, она такая же прямолинейная. Значит, что мы делаем? Значит, то, что мы здесь даем, должно, как бы, соответствовать типу? Сейчас, нет, это не то. Это хрень. Значит, мы хотим... «type» формат, она просто печатает формат, как есть. Вот это нам интересно. Смотрите. Смотрите. Что вот эта функция делает? Она берет «fmt» типа формат и возвращает функцию... Что это застройщика? Сейчас подумаешь, что это застройщика. А, это у нас рекурсия. Это у нас так устроена рекурсия. А, это уже... Это уже... Это уже так... Это аккумулятор. Это аккумулятор, которое мы уже к этому моменту начнём. Вот. А результат, вот у нас... Это функция, которая вычислит остаток. Что мы делаем? Мы... Ну, давайте смотрим. Если у нас текущая инструкция предполагает взять целое число, ну, значит, это функция... Ну, смотрите. Вот это «fmtf». Что такое «fmtf»? «f» — это продолжение. Это следующий формат. «fmtf» — это... Ну, вот это... Ой... Точнее, вот это продолжение. Это аргумент. То есть, это аккумулятор. Что мы делаем? Что является функцией, которая вычислит это значение? Ну, лямбда-ворожение. Ну, вот, вслед за хаткером здесь лямбда пишется обратной чертой. А как варенде лямбда писалось? Слэш. А вот здесь у нас просто флэш. Значит, стрелочка почему-то, кстати, такая же, как варенде. Ну, ладно. Вот. Это функция, которая берет целое число, берет аккумулятор, добавляет к нему преобразование целого числа в строку и рекурсивно вызывается к хвосту. С этими друзьями все то же самое. А этот друг никаких новых параметров не берет, он просто добавляет в себя... Ну, Singleton — это всякая возня с тем, чтобы сделать элементы списка. Да, вот вся вот эта тема. Вот. Это чисто игрисовская тема работы со строчками, со списками. Никакого хитрого снука в ней нет. Вот. Берем А, добавляем к ней силу и передаем все это добро рекурсивно людям. Ну, и понятно, что Фент работает очень просто. Он как бы... Ему передали аккумулятор, а он его извращает. Чистая рекурсия, обычная рекурсия без слов. Не хвостовая, да? Наоборот, как раз. Да, хвостовая рекурсия, которая хорошо оптимизируется. Все нормально. Даже эффективно будет аргумент. Ну, и теперь вот это определение нам понятно. Значит, если нам дают строчку, то тип ее — это тип формат от строкового аргумента, а затем мы из нее делаем вот этот тип, вот это сложное выражение, которое указано сверху, которое действительно строит актуальный тип для этой функции. А вот эта функция, она берет форматную строку и вычисляет. Получает из форматной строки уже реальный формат и вычисляет. А вот интересно, а обязательно ли название строки в типе и название строки в качестве параметра одной буквой указывать? Или это разные объекты, как бы считаются? В смысле? Ты про что? Ну, вот у нас в объявлении типа мы первый аргумент, который типа стрих, называемая, и потом в определении уже функции первый аргумент должен называемая. Ну, давайте посмотрим, как это работает. Как-то он нам сам был где-то докопан. Так, я что-то... Понятно. То есть, понятно, моя проблема. Это слишком много языков, да? Так, господа, как вы думаете, как комментарии вы видите? А, два минуса, это ж Хаскель, да, все. Все, прошу прощения за выпуски. Это ж Хаскель, да. А в смысле, Идрис, он тяготеет Хаскеля? Да, это вариант Хаскеля. То есть, смотрите, даже могу вам честно сказать, значит, смотрите, Идрис, Агда тяготеет Хаскеля. Кок и многие варианты в этом стиле тяготеет Кэмелю, а Агда почему-то, почему сделан, например, в Java. Это странно. Какое длина? Живая, модная штука. Вот, смотрите. Ну, это мы так сделали, это мы так вызвали, видите, мы вызвали, что мы сделали? sprintf, string-параметр указан, и даже параметр указан, да? Давайте что-нибудь сделаем с ними такое, чтобы убедиться в том, что это действительно то, что мы хотим. А может быть, строчку, если вы хотите сочетать с консолью? Или это один? Давайте. Я, правда, не помню, как там чтение с клавиатурой пишется, но это, наверное, что-нибудь вполне в классическом птичном стиле. А как вы будете читать? Вот, вот. Посмотрим. Там замечательная функция getChart. Вот, давайте ее и сделаем. У меня, наверное, руку лень, все остальное. Давайте мы... А, getInf мы откроем? Жми getLine просто. Ну, давайте. Я не уверен, что она так зовется. Вот. Давайте вместо строчки подставим это, а остальное мне... А, можем строчку в длину сделать. Интересно, а как длина? Land test? Я не знаю. Может, это ведь правда. Да. Прилюд, трюс, лендер. Вот что. Не надо переносить строчки, будет плохо. Ну, вот, началось. То есть, он предполагает, что мы хотим int, а там на. Ну, ладно, давайте развлечемся. f'ы, давайте f'на сделаем. Почему бы нет? Заодно убедимся, что наша идея работает. Как натуральное число обозначает? n. Ну, чем интересен? Интересно, именно тем, что f'ы, сильно работает. То есть, это именно компилятор, который делает то, что нам нужно. И это, как бы... Что еще можно делать с помощью таких вещей? Да все что угодно. Любая вещь, которая требует... Любая вещь, которая требует сколько-то сложного доказательства или работы с типами, что можно не только, понятно, такие вещи делать, но и можно делать... Да, так что и не касается. Ну, вот нам рассказывали древнюю байку, что кто-то из представителей до этого говорил, что... Абрессионная система очень хорошо формализуется при помощи continuation по интерстайлу. Continuation это другое. Continuation есть где угодно. Нет, ну, в том плане, что это удобно формализовывать, условно говоря, на где, и вот, чтобы пусть оно само все про себя доказывало. Ну, и у нас тут даже было стимуса как-то, помешиваю, потом удаляю. Так, что сказать? Видите, оно даже работает. Я готов проверить, что длина этой строчки 21. Но он уже не интеджи, но он фиксит. Вот. Что еще можно делать с помощью идреса? Ну, все что угодно. То есть там вы можете делать, допустим, сейчас я сейчас мцмс включу ненадолго и покажу тип еще примера, которые бывают с адресом. Чего у нас не так? Просто примеры какие-то идреса. Покажу, какие бывают. У меня валяется куча всяких примеров кода. Тебе, Григорий Иванович? Да. Да, и доискутут ДЗ. Я думаю, что смысла особого нет. Вы хотите? Надо целый новый язык изучать, так в декабре. Да, я думаю, что это, видимо, лишневатое. Я просто покажу, просто как пример. Я думаю, что я вообще особо не буду давать ни ДЗ, ни ничего особого на это занятие. Я просто, типа, такого, чтобы народ... Чтобы вы понимали контекст, примерно где все живет. Ну, вот, что там у нас, например. Вот, мы можем взять, например, видно что-нибудь или нужно экран переключать? Ну, пока видно. Ну, вот, смотрите, видите, например... А, я, кстати, знаю, что нужно сказать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Вот, короче, вот, смотрите, да, вот это доказательство теоремы о том, что плюс коммутативен. Да, он вполне в выдрессе проходит. То есть мы можем... Значит, но это не так интересно. Сейчас мы найдем какой-нибудь интересный вариант. Я покажу что-то. Вот, смотрите, например, следующая тема. Limited — это такие числа, которые имеют ограниченный размер. То есть мы гарантируем, что число там от нуля до скальтита. И, допустим, функция, которая вычисляет какое-то выражение, она может брать только такое ограниченное значение. Где такое может быть нужно? Ну, например, массив. У вас аргумент массива не просто int, ну, не аргумент, длина массива не просто int, а вот этот limited вариант. Вот, чем это интересно? Сейчас я просто в библиотеку найду и покажу. Интересно, вот индекс. Да, это именно про индекс. Интересно. Интересно. Что-то не то. Интересно. Так, сейчас я сделаю. Сейчас я покажу, как это просто выглядит, и мы перейдем к дальнейшему. Значит, смотрите. Вот, допустим, можем взять какую-нибудь вот эту штуку и посмотреть, что это такое. Смотрите. Вектор – это нечто, имеющее длину и тип элемента. Вот. Теперь смотрите. Например, взятие головы. Взятие головы, возможно, только у непустого вектора. Если вектор пустой, то у вас просто не скомпилируется этот текст. Вот, индекс. Он предполагает, что индекс элемента – это число. Конечное число, не большее, чем лен. Ну, понятно, как определить фин. Наверное, непонятно, но это, может, как раз надо в виде домашки дать для R&D. Такие вещи, как раз, может быть, интересно будет разбирать. А в чем смысл конечного числа? А в том, что у тебя не может быть ошибки индекса out of range. Тебе компилятор гарантирует, что при обращении к массиву у тебя индекс всегда в допустимом диапазоне. Ну, если тоже на самом деле семейство типов. В смысле, что для каждого вектора будет смысл. Конечно, вектор – это зависимый тип, и дальше все по полной программе. То есть, там требуется доказательство равенств и так далее, это все подобное, естественно. И чтобы обратиться к элементу, вам потребуется, может быть, доказательство на три страницы. Это такой язык. Не могу сказать, что все это очень удобно в жизни, но такой подход имеет право на жизнь. Возможно, через какое-то время. То есть, то, что мы сейчас видим здесь, это нечто очень сырое. Возможно, через какое-то время. Вот видите, два двоеточия зависимая пара, кстати. Вот это, это сигма. Да, тут интересная тема, потому что, скажем, всякие, всякие функции высшего порядка, они могут возвращать что-то очень странное. То есть, вот, например, конкат возвращает, а нет, это ничего интересного. Сейчас я хочу какие-нибудь примеры интересные. Ну, в общем, наверное, не так принципиально. А, вот, смотрите, как интересно. Значит, он удаляет первый элемент в соответствии с некоторой функцией. Неважно, что он делает, обратите внимание, возвращает результат. Он возвращает зависимую пару, смысл которой такой. Существует такая длина, что результатом является вектор этой длины из этих элементов. Он возвращает именно квантер существования. в качестве кипы. И как это тогда использовать? Ну, вы берете этот квантер, вы берете, поскольку у вас все конструктивно, то, соответственно, квантер существования предполагает конструктивный способ построения объекта, и все хорошо. Вы можете взять этот объект, дальше использовать его. Ну, то есть, там как бы дальше просто импликация пойдет после квантера существования. Да, но это просто... Про него можно там что-то... Да-да-да, и дальше... Ну, импликация – это функция, правда, значит, соответственно, этот параметр можно передать в эту функцию, и все будет хорошо. Короче, ну, там отдельная большая история, как с помощью всего этого работать. но понятно, что с помощью этого можно доказывать многие утверждения про код, причем непосредственно в этом коде. Вот, и дальше писать программы, которые эти доказательства естественным образом используют внутри. Значит, ну, как бы, не исключено, что через какое-то количество попыток получится довольно удобный язык для таких фокусов, потому что сейчас на этом писать невозможно, это только пока в виде эксперимента все интересно, но потом что-то изменится может. Вот, это был адрес. Собственно, вот пример такого языка. Тоже активно развивающийся сейчас язык довольно свежий. Хотя, как довольно свежий, давайте смотреть. 3, 6, я смотрю на стандарт увлек, нельзя сказать, что он там очень активно развивается. Последний коммит в этой ветке 2 ноября. Ну, ладно. Вот, такая попытка. Но, пойдемте дальше. я бы так с Идрисом бы дальше и предлагал его изучать, но проблема в том, что его теория все-таки уже довольно-таки анахронична и как бы интересно изучать что-то более свежее. Давайте посмотрим на следующий предмет. Вот, есть такой замечательный язык код. Он приколен тем, что это такой очень древний, очень уважаемый язык. Что про него можно сказать? Ну, давайте, может быть, какие-то напишу. Что про него можно сказать? Значит, первое, что можно про него сказать. В нем это язык, построенный вокруг исчления конструкции. Это так же, как Идрис и все прочие. Но, что в нем интересно, что в нем сделаны некоторые довольно хитрые развлечения, которые потом можно найти в Орандене. Например, в нем есть две вселенных. Нанесет называется Ипроб. Значит, проб это нам знакомый проб. Но, если помните проб Варенде, это тип с единственным экземпляром, разоснились своим доказательством равенства. Со всеми, нет, там все равны. Няяя, единственная такая равенства, это для сета. Еще раз напомню. А наоборот. Проб Варенде, это такой X, что и ну напомню, из проб от и там T type это если XY типа T как там у нас торпида? Если XY типа T, то отсюда следует, что X равно Y. Это един это тип с единственным экземпляром. мы говорим, что T это проб, если какие бы ни были XY типа T, они равны между собой. В отличие от него смысл пропа в КОКе точно такой же. Но поскольку равенство в КОКе оно более грубо сделано, то у него просто есть специальные аксиомы. Любые два пропа равны. Значит, зачем это надо? Вы меня спросите, зачем вообще это надо? То есть, еще можно, то есть, я как бы, когда определил проб в аренде, я определял это просто типа на языке вот этих всех теорий типов и можно поверить в то, это зачем-то понадобилось. Зачем это потребовалось в КОКе? Ну, давайте я скажу пункт полтора и все станет понятнее. Значит, сделан для, один из первых языков массовых доказательств имеет множество практических применений. теоремы в о четырех красках как раз на КОКе доказывают. Да, но тут какой прикол, в чем тут дело? Значит, КОК, он же нужен не только для того, чтобы доказывать теорему. КОК имеет обширные практические применения для доказательства разных программ, например. Есть много разных способов, как это делать. И один из главных вопросов, который у нас встает, это то, чем является данное выражение. Является ли оно чистым доказательством, собственно утверждением, то, что мы говорили на прошлом занятии, или он является программой, доказывающей существование объектов путем конструктивного его построения. И вот эта разница, она нужна не только для доказательств, для легкости доказательств, но она же нужна и для эффективного реализации. Если у вас есть проб, он должен вычислиться во времени компиляции, а реального вычисления данной функции происходить не должно никогда. Все, что нам нужно про нее, это чтобы типы сошлись. Если есть set, если есть type, то это некоторая программа, которая должна вычислиться. Вычислиться, то есть нужен, должен быть алгоритм, который ей соответствует. Значит, тут вообще обширная тема, много можно чего разбить. Давайте мы посмотрим на одну вещь и посмотрим на нее. Она довольно забавна. Значит, смотрите, вот про экстрекшн я чуть позже расскажу. Данная штука это есть алгоритм вклида, который записан в виде доказательства на койке. Ну вот доказательства здесь устроены совсем не так, как они устроены в Идрессе. Ну и в Идрессе, и в Агде, и в Аренде доказательства выписываются просто как некоторые программы, имеющие некоторый тип в чистом соответствии с изоморфином коррековатом. доказательства, конечно, так можно говорить, но в принципе доказательства здесь доказательства с помощью тактик. Тактика это некая программа, зашитая внутрь компилятора Кока, которая выполняет некоторую функцию для вас. Ну, она применяет некоторые выражения и с помощью этих выражений получает некоторые вычисления. То есть, я уже немножко про это говорил. сейчас мы откроем, посмотрим, как это выглядит может быть на практике. Тут есть какие-то простые конструкции, типа trivial, видимо, предполагает, что мы можем увидеть требуемую цель каким-то простым способом. а вот например, distract предполагает, что мы должны сделать match. Да, вот у нас есть выражение, результаты выражения, мы должны сделать match и разбить ту конструкцию, которая есть в соответствии с шаблоном. Да, вот, собственно, это дизъюнксы, эти самые стрелочки и так далее. Давайте посмотрим, что еще у нас здесь есть. Вот это set. Мы говорим, что iB это значение. А вот что у нас здесь есть, например? А вот это, например, проб. Ну, там две разных конъюнкции, две разных дизъюнкции. Есть конъюнкции и дизъюнкции для проб, есть для сетов. В Arrondie есть разные дизъюнкции, а вот конъюнкции одна и та же, потому что определение, которое характерно для проба, в Arrondie выдерживается, оно замкнуто относительно пропорционального обрезания. Я непонятно. Ну, по частям понятно, все вместе как-то не очень. Значит, смотрите, в чем причина, почему нам не нужно иметь двух разных в коке, для того, чтобы у нас пропа оставались в пропах, а все остальное осталось во всем остальном, у нас есть два типа операции, с пропами и со всем прочим. Это вот те, которые же были интенсиональные и экстенсиональные или как-то так? Нет, это другая тема. Оно все интенсиональное. Мы можем только придать некий такой экстенсиональный флёр вполне интенсиональному языку. Что кок, что адрес, что Arrond, они оба интенсиональные. Потому что в Arrondie вы тоже не доказываете, что два умножить четыре. Он это сам делает. Так, а кто из них кто? Я забыл. Экстенсиональный предполагает, что мы определяем равенство на основании внешних свойств объекта. Интенсиональный на основании внутренних. То есть, иными словами, экстенсиональный предполагает, что мы должны доказать равенство, а интенсиональный предполагает, что мы можем посчитать и по внешнему виду решить ничего не доказывать. А чем тогда вот эти две условия, Две конъюнкции, две дизъюнкции отличаются. Чем отличается их мир? Сейчас поясню. Дело в том, что конъюнкция, ну, то есть дизъюнкция, в первую очередь дизъюнкция, в пропах предполагает существование доказательств. То есть, не просто, в пропах дизъюнкция предполагает только то, что факт верен. А дизъюнкция в сетах, в тайпах, в арендах, в тайпах, предполагает, что существует функция, которая построит вам элемент. Почему это называется пропорционное обрезание? Потому что эта функция выбрасывается. Ну, мы говорим, да, да, она есть, конечно, она есть. Вот наши учителя, там, Гёдель, Гейтинг, Калмогоров, уверяют нас, что она есть, но мы ее потеряли, извините. Вот это смысл пропорционного обрезания. Зачем это? Вы меня спросите, ну, ты говоришь, зачем это все надо, да? Вот, типа, выясняю. Смотрите. Сейчас, нам нужно переключиться на это окошко. Сейчас я это сделаю. Так. Достаточно ли? Сейчас мы откроем. Видно ли или надо покрупнее? Надо крупнее. Да, покрупнее и надо. Как бы ему это сказать? Control Plus. Думаешь? Ну, Plus. О, работает круто. Спасибо. То есть, я думал, что не будет работать, а оно работает. Отлично. Ну, смотрите, как хорошо. Давайте посмотрим, что у нас вообще происходит. Ну, это понятно, что... Давайте посмотрим, что мы... Вот тут мы посмотрим, ну, вот эту замечательную функцию. Recursive Extraction. Екл. Дев. Давайте посмотрим, что такое Екл. Дев. Это Лемма говорит, что какое бы ни было натуральное число М, для любого натурального числа М найдется Дев Еукл МН. А давайте посмотрим, что такое Дев Еукл МН. Найдется... Значит, а Дев Еукл МН говорит о том, что какие бы ни были Ку и Р... Если Ку... Если Б больше Р, то тогда А равно Ку умножить на Б плюс Р. Ну, давайте поймем эту запись, да? Как это... Вот это что такое? Это на самом деле, Индактив, это то же самое, что Дейта в Аренде. Но АДИВЕКС это просто конструктор. И этот конструктор мы имеем в первую очередь писать. Если выполнено вот то, что слева, мы должны дать доказательство того, что указано слева. А что указано слева? А слева указано определение деления с остатком, правда? Да. Вот это утверждение должно быть выполнено для таких QR, чтобы Б больше, чем Р. И он сам строит это предприятие, что ли? Как еще? Нет. Мы имеем право записать ДИВЕУКЛ, если у нас есть это доказательство. А в Лемме ЕУКЛДИВ доказывает, что какое бы ни было число Н, найдется Н с удовлетворяющим условием. Ну, на самом деле, как бы понятно, что здесь тоже импликация. То есть, какие бы ни были Н и М, найдется деление нацело Н на Н. Да, мы берем не нулевой Н, мы берем Н, и мы можем разделить Н на Н нацело. Получить остаток и частный. Ну, вот это запятая, это на самом деле стрелочка. Вот чем интересен Идрис, что в Идрисе вот все вот эти наследия предков выброшены за ненадобностью, и там никаких ни пи, ни стрелочек, ни запятых, ни точечек, ни запятых, ничего этого нет. Там есть просто обычные стрелочки, как в Хаскеле. Если же вам нужен зависимый тип, вы можете писать двоеточие. x двоеточие указать тип, и вот этот x будет использоваться дальше в выражении типа. Вот. А здесь куча синтаксиса, который, ну, в общем, мертвый, он не имеет особого смысла. Через него надо продраться немножко. Значит, что... Итак, давайте прочтем, что здесь написано. Если у нас m больше нуля, и если у нас некоторый m натуральный, то тогда имеет место div-e-uql, mn. Но что это значит с точки зрения интуиционистской логики? Это значит, что у нас есть метод построить по m и ненулевому n div-e-uql mn. А что такое div-e-uql mn? Это... Такие два числа qr, что значит построить значение типа div-e-uql mn. Это... Да, такие числа, которые соответствуют этому условию. А вот это m больше нуля в условии lemma, это что-то из стандартной библиотеки? Да, ну, есть над, есть библиотека, у нее есть всякие условия и прочее. А, то есть, короче говоря, здесь мы это не бежим, что это уже есть. Да, ну, то есть, вот все вот эти four-rollы, ну, воспринимайте их немножечко как синтаксический сахар. Короче говоря, у нас есть qr, и мы можем сказать про эти qr, что они удовлетворяют вот этому условию. Ну, вот этому и вот этому. Если мы их найдем, то мы молодцы. И тогда мы докажем div-e-uql-a-b. А если их не найдем, то мы ничего не докажем. Ну, и дальше, соответственно, доказательства алгоритма эвклида, какое-то оно есть. В принципе, вы, наверное, можете примерно представить, как оно устроено. Тут даже какие-то lemma указаны, которые могут пригодиться. А теперь смотрите, что интересно мы можем сделать с этой штукой. Итак, взять, сказать, и посмотрите, что у нас прикольно получилось справа. Это программа на языке окамель, которая вычисляет деление с остатком чисел mn. Окей, а в чем, собственно, суть произошедшего? Вот мы вроде... Мы из доказательства сделали программу, которая вычисляет это доказательство. То есть, раз у нас доказательство предполагает, что для двух объектов найдется третий с нужным свойством, значит, есть программа, которая вычисляет этот третий объект. Вот он, программа, которая вычисляет этот третий объект. То есть, мы не только доказываем теорему, а мы еще и получаем конструктивный способ получить... Ну, раз теорема конструктивная, то да. И вот разница между сетами и пропами, в частности, заключается в том, что из сетов можно получить функцию их вычисляющую, а из пропов нельзя. Да. А можно ли как-то обратно? Обратно? Нет. Обратно нет. Вы поймите, эта операция уничтожает информацию, она не добавляет ее. Можно посмотреть просто... Вот смотрите, div.e.ukl. Давайте посмотрим, как выглядит наш замечательный тип. Вот посмотрите. У нас же есть изоморфизм Карри Ховарда. Вот непонятно, почему мы по готовой написанной работающей программе не можем сделать вывод, что она доказывает. Ну, как тебе сказать? Изоморфизм, он же неформальный немножко. А, то есть, мы его строить не умеем. Если помните теорему об изоморфизме Карри Ховарда, то она утверждает, что если у нас есть вот программа, то по ней мы можем построить доказательства, в котором типы расписать все. Ну, наверное, вот по этой программе можно построить это, указав, придумав все эти типы, тогда она верифицируется в коке. Ну, вы можете это сделать, но если подумайте, сделаем. Видео пропало. Это правда. Удовлетворять требования. Мы ничего не видим в последние секунды 10. Да, куда-то исчезли. Какой-то видишь. Вместе с тылом. Вот. Может, я нажал в своем случае. Вот. Смотрите. Вот смотрите. Посмотрите здесь, что у нас такое хитрое. У нас есть зависимые типы. Да, дев'еокол это зависимый тип. Логично, да? Он зависит от двух аргументов. Тут у нас целое гигантское выражение есть, которое определяет условия на два аргумента, которые у нас есть. Здесь мы это утеряли. У нас дев'еокол это просто синоним для пары. Вот. Но вместе с этим это, про это утверждение можно с уверенностью утверждать, что оно доказано. Вот этот алгоритм гарантированно вычислит то, что нам требуется. Почему? потому что у нас есть доказательство, вот оно слева есть, большое, обширное доказательство, того, что программа справа вычисляет то, что нам нужно. А есть ли доказательства того, что генерируется именно то, что должно? Это какой-то следующий уровень. Не знаю, а где доказательство, что компилятор компилирует то, что нужно и так далее. Нет, это следующая итерация. А не ети? А не зелнуки? Я думаю, что ничего сколько-то серьезного нету на этой теме. Я думаю, что это страшно. А доказательство, что то доказательство корректное у вас есть? Ну да, доказательство о том, что кук нету и быть не может. Более того, находили ошибки регулярные. То есть ложь доказывали с помощью кукла периодически. Вот. Значит, ну это самый эффектный, пожалуй, пример. Он не самый жизненный, потому что тот алгоритм, который получается на выходе, он далеко не факт, что будет оптимальным хоть сколько-нибудь. Но он зато эффектно выглядит. Им, вот как бы, по крайней мере, некий потенциал в этой идее вообще виден. поясняет, зачем нам вообще разделять пространство на несколько, на несколько. Причем, можно переходить из проб в сеты, в принципе, при определенных условиях, но, как бы, в целом, ну вот, в Агде это вообще довольно хорошо все реализовано, и там вся эта конструкция довольно, ну не в Агде, в Аранде, вся эта конструкция довольно красиво выглядит, и в принципе, в этих терминах переформулировать всю теорию, что было бы, наверное, прикольно, потому что давало бы большую выразительную силу для языка. Вот, но это как бы просто вот некое состояние дел в данной теме. Но, КОК это огромный язык, на нем сделано много всего, на нем сделано много доказательств, на нем сделано много практических применений, есть всякие верификаторы, которые в той или иной степени используют КОК для своего использования, и это такая очень живая тема до сих пор. Вот, вопросы какие-нибудь, вот поэтому. Я еще одну штуку расскажу, про еще один контекст этой темы, еще направление, которое довольно сильно не похоже на то, что мы делали. то есть, оно, понятно, все из той же оперы, но довольно сильно отличается. Для полноты мне надо про него рассказать. Вот, а... Кого-нибудь еще включило, или это такое у меня антифилокальное купление? Нет, у меня вроде видео есть. если может вопросы какие-нибудь, или давайте я еще расскажу вещи, мы тогда с этим обзором. А следующая вещь, как называется, собственно? Следующая вещь, я пару слов скажу про такие вещи, как фрам оси, и вот вокруг нее варианты, которые есть. то есть там не одна-одна, но вот я просто этот пример приведу, и есть много промежуточных вариантов. Так, ну давайте перейдем к этому. Так, ну и вот, собственно, тот мир, который мы пока что рассматривали, это мир довольно высоколобый. КОК, пожалуй, из всей этой публики с Идресом самый близкий к практике, но Идрес подальше, КОК поближе, но все равно это все довольно академические темы. Хотя КОК довольно широко используется, но он используется все равно в каких-то полуакадемических вещах. А вот следующая тема, понимаете, звучит так. Хорошо, это все очень далеко от применения, а доказывать надо сейчас. Давайте подумаем, что мы можем сделать. И есть несколько проектов, которые позволяют, они довольно интересны сами по себе именно благодаря некоторому потенциалу. Значит, смотрите, вообще говоря, мы в нашем курсе вообще не затрагивали то, чему от меня еще в университете учили, и эта вещь одно время была популярна, да и сейчас хранят актуальность. Называется автоматические доказательства. то есть мы ничего не доказывали сами, кроме исчисления высказываний там, но только там как бы все очевидно. А вот в исчислении предикатов тоже есть программы, которые доказывают автоматически разные теоремы. Почему мы этого не делали? Скажите, пожалуйста. Но может быть там как раз неразрешимость какая-нибудь невозможно. как вы понимаете, если что-то невозможно, но очень хочется, то всегда появляются варианты. Значит, есть такой классический метод резолюции и всякие разные варианты. Сейчас вот такое модно смт-солверы такие, знаете, такие. А, которые пытаются хоть какое-нибудь решение. Ну, этот метод резолюции, какие-то вариации на его тему. Это всякие способы, позволяющие доказательства чуть автоматизировать поиск доказательств. Значит, вторая вещь, которую я хочу вас напомнить, что в принципе доказательства программы их свойств, они существуют довольно давно. Вы знаете про такие, вам, возможно, рассказывали или нет. Слабейшие предусловия, сильнейшие постусловия и так далее. Вот это все. Вам рассказывали про это? Не рассказывали? Рокихара или что? Да-да-да. Но это так обзорно упоминалось о курсе жанра. То есть мы даже это не рассматриваем, мы просто должны были правильные комментарии написать в неформальном языке. Вот. Но вот прикол в том, что его можно сделать формальным и заставить людей писать эти комментарии. Вот один из таких проектов называется Framacy, который ровно это и делает. Давайте посмотрим на образец, например, такого контракта для функции, сравнивающей два значения. Да, то есть вот у нас есть функция equal, которая проверяет, что два аргумента equal. но здесь как-то все тривиально, потому что язык был понятно. Понятно, что глубо ожидать от этой теории какого-то мудрого равенства, это просто какой-то специальный предопределенный предикат, опирающийся на определение равенства в СИ. Не вообще равенства в каком-то теоретическом смысле, как в Аренде, а вот просто на то равенство, которое есть в СИ. Вот. Ну и как бы соответственно мы имеем требования, значит тут еще Science это какой-то побочный эффект, который происходит и результат, который мы получаем на выходе. Ну и давайте на реализацию посмотрим. Ну это какая-то такая странная реализация, значит у нас есть вариант цикла, это коровская тема, вы наверное знаете, да? Вот. И в итоге у нас получается доказательство того, что два массива, что два массива равны или неравны. Вот. Как это делается? Ну просто-напросто на основании кода и на основании этих конструкций выписывается утверждение логики второго порядка, первого порядка, прошу прощения. Вот второй порядок это вот всякая система типов, вот это все. А у нас первый порядок, мы в этом первом порядке просто выписываем утверждение, которое потом мы даем SMT-соловеру в надежде, что он это решит. Если он не решит, значит наша программа не докажется. Какой наш выход? Ну переписать программу так, чтобы доказалось. Никто тут не будет бегать за полнотой той теории, которую мы строим, потому что сзади стоит заказчик, которому просто нужна работающая программа с какой-то доказанной корректностью. Значит, и он платит реальные деньги за программу, которая имеет доказанную корректность. То, что вы пишете столь сложно, доказательство нельзя для вашего хода построить, это ваша проблема. Вы, пожалуйста, перепишите тогда ваш код так, чтобы его доказательство можно было построить. Вот такая примерно идея. А на практике используется? Что? Насколько часто это на практике используется? И насколько осмысленно это делать для не самолетов? Для не самолетов практически бессмысленно, но это используется. Да, то есть есть приложения, в которых доказана либо части мы полностью все доказано но это это как бы он генерит кому коковское доказательство того что программа корректно забавно но там был обнаружен бак какой-то момент файзингом но бака заключался не в том что доказательство некорректно что какая-то вещь которая была взята в качестве ну вот как бы понятно что это все не панацея я бы сказал бы самое близкое на что это похоже на веревку вот у вас есть веревка вы ее взяли вы хотите по ней влезть не знаю скалолазами вы взяли и закинули на гору понятно что если вы не потянете потяните она скорее всего упадет вниз что дальше вы делаете ну вы можете перекинуть там завязать простеньким узлом какой-то вес она выдержит но если вы очень будете прыгать она тоже развяжется вы упадете вниз вы можете завязать посильнее узел в чем определяется сила узлов количество оборотов которые делает веревка относительно себя чем больше этих оборотов тем больше сила трения тем более крепкий вес она может выдержать так и здесь то есть каждая следующий уровень этого доказательности просто усиливает гарантию что код работает он никогда на сто процентов ничего не гарантирует ну и вот я пожалуй одна вещь скажу про эту про эту вещь есть подходы интересные которые связаны с синтезом подходов вот из 7 солверов и соответственно подходов которые есть в логике второго порядка вот например есть такая система к сожалению мне заработала поэтому старт такая штука идея примерно такая мы можем определить такую штуку сейчас я скажу немножко можем определить такой уточняющий тип уже царифа минта мы говорим что это на самом деле в принципе обычный зависимый тип значит это какой-то зависимый тип там не знают каких-то аргументов чего хотите то же самое что что у нас обычные но при этом есть некое условие это тип должен выражаться в неком что вот эта зависимость вот то что мы здесь можем написать вот что мы можем написать в классе в обычном языке можно написать что int какой-нибудь и не знаю там доказательство того что ну не знаю вот у нас есть функция f она берет x типа in и кроме этого она берет доказательство того что x там находится в и здесь мы что-то делаем умная да с этим x вот мы хотели бы выразить такую вещь в чем проблема допустим скоком или с сарендом с любым языком написать это условие понятно что нам труда не составит проблема в том что в общем случае мы не знаем что это за условия и какие вообще вычислительные сложности нас ждут на его на его работе с ним и скорее всего эти 70 солвера загнуться сразу да более того вы наверно даже не сформулируете вас не будет алгоритма как из этого условия получить нечетки соли со сразу там все будет неразрешимо а значит поэтому идея примерно такая давайте мы ограничим список конструкций которые можем здесь указывать давайте мы не все будем указывать ну потому что в варенде вы можете указать здесь любой код который сами же после этого напишите да вы взяли написали здесь что какую-то функцию там и зонтов будет взяли написали тут же сами и написать для себя а здесь взяли и написали у них вполне арендовская конструкция правда как стрелочки другие вот и для того чтобы доказать что эта функция выдаст то что нам нужно нужно доказать страх никто на за нас доказать не напишет но вот если эта функция может быть собрана из каких-то понятных конструкций для языка мы можем это раз доказательство развалить в smt утверждения которые можно в какие-то утверждения логики первого порядка ты можешь кормить и смт-солверу и дальше оказывается возможным делать какие-то компромиссные формы в которых с одной стороны вы можете пользоваться более-менее выразительной силой логики второго порядка и вот из-за машины кори ховарда а с другой стороны это все не требует столь обширных доказательств так вот в варенде например сложно потому что часть можно переложить на смт-солвер вот ну есть такие подходы довольно многообещающие но пока что не завоеваешь особой популярности видимо силу ограниченности своей покажет разве что многообещающие но не более там вот но пример который вам рекомендую посмотреть называется ну вот примерно то что хотел рассказать собственно я рассказал о контексте в котором существует а зачем именно этот и чем нам интересен этот язык и где он в линейке тех языков которые имеют возможность доказывать утверждение которые имеются вопросы вопрос такой а какой у нас дальше путь собственно будет у нас остается еще сколько-то во-первых я задаю я не задал в прошлый раз но сейчас я задам домашнее задание обширное мы будем доказывать оранд никуда от нас не пропал и более того по аренду будет несколько практических задач сейчас у константин не что идея как это все запихать в в проверяющую систему но если это не будет запихнуть проверять систему ну наш просто будете файл присылать его проверять просто основная проверка там запустить и скомпилировать и все просто будет обширный набор задач значит если хотите какого типа задачи могут быть посмотрите прошлый год там такого сорта задания уже были для и дресса давайте сейчас открою даже вас посылать никуда не буду давать я покажу как это выглядит что именно за задачи могут быть там они были для адреса но в оранде только проще это все делать поэтому задач будет только больше они будут только веселее сейчас я виды да значит это какие-то задания которые вам должны быть знакомы инъекции проекции это все какое-то простое знакомое да уже а в конце были всякие извраты ну вот всякие такие утверждения там вот например и как бы это был способ добрать баллов соответственно таких задач тоже будет некое количество вот сейчас видимо в качестве практики это будет то что сейчас будем делать ну вот какие например вот умеете допустим 5 c доказывать на рынке ну наверно долго но можно да 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 долго мучительно но можно да примерно так ну как бы мы должны познакомиться с арендом правда ну то есть эта программа просто вот она особенность этих программ заключается в том что как бы это это все довольно сложно пишется вот было две задачки которые мне никто не решил мне очень жалко может кто-нибудь из вас решит я их наверно даже оставлю на коке они сделаны там даже в библиотеках и то есть все там есть обширные библиотеки математические для кока которых доказано куча результатов вот типа таких которые здесь вот это что касается вот этой темы а параллельно с этим я все хочу рассказать парадокс жерара я его расскажу но собственно говоря объяснение почему нам нужны type с индексами а не просто type потому что у нас в нашем рассказе было очень много дыр и хочется хотя бы часть из них заполнить содержать на луны содержать нами доказательствами а вторая вещь ну вот у меня была идея рассказать про линейные типы такая забавная тема которая выходит за рамки для мда куба которая имеет под собой некоторую особенную необычную логику и при этом она в принципе довольно широко уже используется вот мне по роду моей профессиональной деятельности приходится ну в смысле программисткой приходится иметь дело с таким языком как раст там линейные типы активно используются например не могу сказать что мне очень нравится как там это сделано но тем не менее вполне живая тема которая много где вылезает могу проанонсировать про что это надо или нет но выговорили за линейные типы такие ну где примерно такая что у вас есть монады в хаскеле вы наверное знаете про монады наверно рассказали много про монады ну да довольно грубый способ решения проблемы он тащит собой какую-то левую конструкцию из конструктивно из этой из из теории категорий с которой там надо еще разбираться со всеми этими флэттенами и всем прочим линейный тип эта штука банальная до безумия это тип который нельзя скопировать вот эти вещи можно решать с помощью каких-то извращений компиляции компиляторных там каким-то фа строить доказывать что это тип ну то есть типа на уровне компилятора отслеживать копирование а можно решать это на уровне теории типов просто есть типы которые действительно обладают тем свойством что всегда существует единственных из интервала вам не нужно строить каких-то специальных анализов вы просто выводите типы у вас сама все получается вот такие забавные чем отличие от синглтон на встроенного куда они строим если встроенный синглтон хаски но там какие-то костыли были на вот а тут можно без костылей вот чем лучше арендовское равенство чем допустим арендовское или коковское она без костылей ну почти без костылей чем лучше арендовский проб чем коковский он без костылей в койке специальная аксиома есть которая никому ничем не обязана варенде это аксиома она непроизвольно она естественно образом вытекает из теории то есть как бы поэтому силу этого там как бы не меньше костылей так и здесь если у вас полноценный линейный тип это меньше костылей просто интересный пример выразительности данного подхода если есть какие-то другие интересные вопросы или пожелания то можно как бы отнесись к ним снимали если здесь что-то ну просто может непонятно такая чего выбирать условно говоря ну окей тогда я расскажу то что мне близко и и все вот тогда вот такая такая вот такой нас план вот две темы которые как раз у нас будет три занятия чтобы на линейные типы видимо занятия 2 может быть одно или два и вот эту тему ну вот вопросы желание а когда перерыв будет ну вот сейчас сейчас пять вечера как раз перерыв а потом что а потом практика не просили практику возможно вы хочет решить задачу что еще много не вот то есть я не думаю что больше полутора часов теории хорошо вот то есть любом случае как бы надо как от деятельность сменить практика хорошего сейчас да давайте устроим перерыв и в 15 минут 17-15 давайте кто хочет давайте расскажем задачки у нас еще по моему огромный их список на самом деле давайте